Друзья, всем привет! С вами Евгений Соловьев, а это китайский автомобиль, который я ждал. Да, единственный китайский автомобиль, который я ждал. Потому что обычно они как снег на голову сыпятся, так, о, что это новая модель, давай там разбираться, что это, как это. Вот, а вот именно Chery Tiggo 7 Pro Max с полным приводом я ждал, потому что я тестировал переднеприводную версию. На канале есть подробнейший обзор, который можно посмотреть. Почему я ее ждал? Да потому что мне автомобиль в целом понравился, но я считаю, что для России, конечно, нужен полноприводный кроссовер. Да, многие со мной не согласятся, а вот я считаю, что полный привод нужен и зимой по снегу, по сугробам лазить, и за городом где-то с асфальта съехать, по какую-то горочку забраться, где-то по грязи немножечко проехать, не обязательно там в оффроуд лезть, да. Вот, и поэтому если уж покупать автомобиль там за 3 миллиона рублей, да, то покупать его полноприводный. Именно вот такой автомобиль сейчас я вам и покажу. Мне, как всегда, повезло, в Питере идет дождь, меня заливает, поэтому, видимо, кадров снаружи будет меньше, кадров изнутри автомобиля будет больше, иначе я просто распрощаюсь со своей техникой. Но, слава богу, полноценный обзор мне снимать не надо, он уже есть на канале, вы можете открыть его посмотреть, а я буду сегодня снимать, во-первых, какие-то особенности, как хорошие, так и плохие, про которые раньше я не знал, которые только сейчас смог обнаружить. Замерим разгон 0-100 сегодня обязательно, ну и, конечно же, основной упор будем делать на вот эту связку двигателя 1.6 TGDI, 150 лошадиных сил и коробку передач 10-7, то есть это робот, мокрый, с двумя сцеплениями. Вот интересно, как это сейчас прозвучало, потому что каждый раз, когда я на монтаже слушаю, я говорю 10, а звучит как ли DC или DT, непонятно, да. И вот я здесь понимаю теперь, почему Ильдар Автоподбор называл эту коробку ДКТ, потому что ДКТ, понятно, да, по-русски, а вот 10, да, и слышится все время неправильно. Тем не менее, забегая вперед, скажу, что эта связка здесь меня очень порадовала. Китайцы все время продвигаются, не стоят на месте, у них все время новый софт, новые какие-то технические моменты, автомобили постоянно улучшаются, поэтому эта машина еще лучше, и в этом мы сегодня с вами убедимся. Ну и, наверное, пока я здесь стою, давайте еще скажу про клиренс, он 190 миллиметров, это важно, так как имеет отношение в том числе и к полному приводу, поэтому можно, в принципе, совершенно смело где-то съезжать с асфальта, вряд ли вы чем-то будете особенно цеплять. Кстати, смотрите обязательно ролик до конца, потому что в конце будет информация об очень интересном мероприятии, где можно будет самостоятельно, совершенно бесплатно испытать внедорожные возможности этого автомобиля, поэтому не проматывайте. Ну, а давайте я сейчас прям сразу накину ложку дегтя в эту большую бочку меда. Когда мне сегодня автомобиль техник выдавал, смотрю, он выкручивает руль, такой заглядываю туда, е-мое, а там, ну, локеров нет, и прям вот она коробка передач, и уже здесь на обзоре я приехал на площадке, заглянул вниз, смотрю, что вроде как защита картера-то есть, а вот коробка передач-то не защищена, снизу она точно так же доступна и может повредиться, поэтому, купив эту машину, нужно озадачиваться, видимо, тем, чтобы поставить как-то локеры и закрыть коробку передач снизу, дополнительно ее защитить. Кстати говоря, с правой стороны вывернул руль, там все в порядке, такой проблемы нет. Ну и пока я здесь стою, давайте еще один минус, это фары, оптика, она, к сожалению, хоть и лет, но рефлекторная, вот лично мне хотелось бы, конечно, оптика была линзованная, зато есть такая опция, как автоматический дальний свет. Совсем я уже мокрый, но пока еще держусь, давайте расскажу вам еще интересную вещь. У меня в руках толщиномер, что это за толщиномер, расскажу в одном из следующих выпусков, он классный, классный он еще и тем, что он умеет понимать, оцинкованный элемент или нет. И сейчас мы посмотрим, какие элементы у этого автомобиля оцинкованные, какие не оцинкованные, и как его красит, какая толщина краски. Я уже это делал, замерял, поэтому сейчас вам быстро расскажу. Значит, капот 120 микрон, оцинкованный, крыло 117, оцинкованное, дверь 116, оцинкованное, порог 79, оцинкованный. Интересно, все внутренние полости, вы сейчас увидите, что у них слой краски гораздо тоньше, чем у наружных. У наружных, ну вот где-то у вага у моего где-то 130, да, здесь где-то 120, ну плюс-минус похоже, а вот внутри китайцы явно экономят на толщине слоя. Но пороги оцинкованы, значит, ржаветь не будут, и это здорово. 118, оцинкованная задняя дверь, заднее крыло 114, оцинкованное, это багажник. 109, чермет, не оцинкован багажник, крышка багажника не оцинкована, значит, нужно особенно за ней следить, ее защищать, иначе будет ржаветь. Давайте вот здесь сзади посмотрим. 43, не оцинкованное, то есть все, что вот здесь у нас пространство в багажнике, к сожалению, тоже оцинка не имеет. Но внутри, естественно, он тоже будет не оцинкован, если уж наружу не оцинкован. Ну, конечно, 27 вообще микрон, краска тончайшая, оцинковки нет. Зато интересно, что интересно, это крыша. Давайте, кстати, вот эту попробуем часть. Я ее не пробовал. 165 микрон, оцинкованная вот эта вот часть, а вот сама крыша, кстати, толстиномер даже по мокрому работает. Ну, вот сейчас он мне показывает 177, ну, мокрая, может быть, уже какая-то погрешность пошла. До этого я замерял, было где-то 200 микрон. То есть крыша, вот она черная, и это круто, да, у нее нет цинка, но ее красят второй раз на заводе. То есть получается, что лакокрасочное покрытие очень толстое, и в теории должно быть более устойчиво к разного рода сколам. Поэтому хоть цинка и нет, зато краска толстая все равно хорошо, приятно. Вот, теперь мы знаем про этот автомобиль гораздо больше с точки зрения его коррозийной устойчивости. Поэтому, если что-то ржаветь будет, то ржаветь будет сзади. Антикорить, я думаю, в любом случае обязательно. А тем временем дождик-то потихонечку становится потише, а значит, можно рассказать еще что-нибудь снаружи автомобиля. Давайте заглянем под капот. Знаете, что я вам не сказал-то? Не сказал то, что двигатель-то 275 ньютон-метров, да, то есть он хоть 150 сил, но 275 ньютонов, и, кстати говоря, с пневмоупорами, с двумя штуками. Самое интересное, что такой же двигатель стоит в Chery Ariza. Как вы знаете, Chery Ariza едет 7,7 или 7,8, я не помню, я замерял, смотрите в ролике на канале. А такой же двигатель стоит в Chery Tiggo 8 Pro, и они 186 сил, а здесь 150. То есть очевидно, что его можно чипануть, и эта машина будет ехать прям сильно лучше. Но про это чуть позднее, когда, соответственно, на ней поедем. Наконец-то я спрятался от дождика, хотя вроде бы он и затихает. Это Питер, здесь вообще не предугадать, обещали целый день сегодня дождь. Но выбора у меня не было, поэтому поехал я снимать. Ну что же, давайте поговорим о более приятных вещах. Чем же мне нравится этот автомобиль? Ну, во-первых, здесь довольно-таки удобные сидушки. Они с электрической регулировкой, и у них хорошая поясничная поддержка, что бывает достаточно редко в китайских автомобилях. Здесь, кстати говоря, есть 12 ассистентов. Не буду их всех перечислять в жизни, не хватит, как мне кажется. Главное разобраться, в какой из них, в какой момент работает. А вот какие-то житейские вещи, например, я сегодня вот ездил, 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 и у меня ни разу, у меня даже в голову не пошло, что здесь есть старт-стоп, что двигатель здесь должен глохнуть. А знаете, что оказалось? А оказалось, что здесь есть такая вот кнопочка, и она включена. Да, съемку надо отключить, и в теории сейчас автомобиль уже будет глохнуть. Причем, ну, мало того, что она вынесена, и ее удобно нажимать, она сохраняет свое состояние. Где вы видели автомобиль, в котором старт-стоп сохранит свое состояние? Вы когда заводите, все сбрасывается, нужно либо лезть в меню, где-то включать, либо нажимать на кнопку. Здесь, пожалуйста, автомобиль запомнил, что старт-стоп не нужно использовать. И все, и вы ездите, и вообще забыли про то, что здесь есть такая опция, которая для России, ну, мягко говоря, лишняя. Следующий плюс – это климат-контроль. Он здесь есть автоматический, с крутилочками, да, вот я могу менять здесь все удобно. Ну, подогрев сидений включается так, но это неважно. Даже есть ионизация, причем, он тоже сюда вынесен. Включили сразу же, рециркуляция воздуха у нас активировалась, и пошел процесс очистки, о чем, собственно, нам компьютер и сообщает. Сидение, смотрите, здесь есть вентиляция сидений. О, смотрите, я ее включаю. Я даже, кстати говоря, не знал, что здесь есть такая опция. Но вот я ее включил, и, кстати говоря, вот прямо сейчас это прямо хорошо, потому что, несмотря на то, что я в куртке, в Питере лето. Кроме прочего, здесь есть обогрев руля, есть обогрев лобового стекла, здесь вот он нитевый, если видите. Вот такая вот крутая ручка, да, вот здесь подсветка, видимо, у нее такая интересная. Выбор режимов, ну, это мне не нравится, потому что он каждый раз... Включим экономичный режим. Сопровождает все комментариями. Включим стандартный режим. Включим спортивный режим. Ну, и дальше вот это идут у нас внедорожные режимы. Это, мне кажется, штука сомнительная, но тем не менее есть. Есть камеры 360, да, они очень быстрые. Прямо вот так это все работает. Есть полочка для зарядки мобильника. Кстати, с такой резиночкой, которую можно снять. Ведь редкость в автомобиле сейчас... Да не знаешь, куда в мобильник ткнуть, ты все время подстаканник пихаешь. А подстаканники здесь удобные. Они открываются в правильную сторону. Сюда, значит, все ставишь. Один, второй, места много. Все поместится. Для меня это важно. Потому что у меня жена обожает пить кофе. Я за компанией тоже пью. Поэтому все время куда-нибудь едем и ставим сюда кофе. И классно, удобно. Что здорово, что есть розеточка как USB Type-A, так и USB Type-C. И с другой стороны, пожалуйста, есть розеточка 12 вольт. То есть источниками питания в этом автомобиле не будет обделен никто. На задний ряд я сейчас не пойду, с вашего позволения. Там, в общем-то, все неплохо с местом. Смотрите обзор на Cherry Tiggo 7 Pro Max. Там все и все я вам рассказываю. Кстати, еще музычка здесь Sony. Не скажу ничего плохого, ничего хорошего. Такая средненькая. Ну, в целом играет довольно-таки приятно. Дисплей сдвоенный. Вот у меня мультимедиа. Вот у меня моя приборная панель. И, как видите, есть нормальный режим с двумя колодцами. Все, как я люблю. Еще интересный момент, который нам пригодится, который я сразу не заметил. Но сейчас дождь, поэтому значения-то не имеется. Есть система ESC, которую можно отключать. Скорее всего, конечно, она отключается не полностью. Но, как минимум, у нее отключается противобуксовка. И, как минимум, она позволяет все-таки как-то побольше немножечко хулиганить в будущем. Расскажу, зачем это нужно. Среди ассистентов есть адаптивный круиз, удержание в полосе. В общем, все, что нужно. Еще бы подлокотник по высоте регулировался бы. Но, если бы, да-ка бы. Кстати, я пользуюсь Android Box, но если у вас его нет, то, пожалуйста, есть Apple CarPlay, либо Android Auto, и то и другое должно работать без проводов. Друзья, обещал рассказать про мероприятие. Оно состоится уже в эту субботу, 26 августа, 12.00, на площадке официального дилера Cherry Sigma Auto. По адресу Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, дом 98. Что же вас ждет? Ждет презентация нового автомобиля Cherry Tiggo 7 Pro Max. Ждет парк с искусственными препятствиями, где вы сможете сами покататься на этом автомобиле, попробовать, как работает его полный привод, как он проходит, диагональные вывешивания. В общем, очень интересно. Я бы с удовольствием даже подснял бы, но, к сожалению, парк соберут только накануне, и поэтому в данный момент это невозможно. Также вас ждет развлекательная программа, ценные призы, подарки, фуршет, мастер-класс, где вас научат готовить что-то вкусненькое. В общем, скучно точно не будет. Участие абсолютно бесплатное, но регистрироваться нужно заранее по ссылочке, которую для вас я оставляю в описании. Ну, а мы продолжаем. Так, ну что ж, давайте прокатимся. Сегодня сейчас прокатимся по городу, замерим разгон 0,100. Обязательно выйдем на автонгистраль, прокатимся там, посмотрим, как автомобиль стоит на трассе на скорости. Касательно оффроуда. Сегодня на оффроуд я не поеду. Немножко прокатимся по такой дорожке, плохой, которая имитирует загородную, что называется. Не более того. Почему так? Ну, потому что я уже ездил на оффроуд, на Амоде полноприводной. Там те же самые агрегаты. То есть, скорее всего, все то же самое. Двигатель 1.6, ТГДИ, 150 лошадиных сил. Та же самая коробка 10.7 или ДКТ-7. Видимо, все-таки так проще говорить. И муфта ZF. То есть, полный привод здесь реализован с помощью муфты ZF. Вопросов к муфте у меня вообще никаких. Работает она прекрасно, а мода это показала. В целом, полный привод, ну, скромнее, чем, например, у автомобилей ВАК. Но я думаю, что грести по снегу, грести по каким-то загородным дорогам, забираться в какие-то горочки, этого более чем достаточно. Я думаю, что вряд ли кто-то будет особо разочарован. Давайте замерим 0.100, посмотрим, как этот автомобиль едет. Ну что, неплохо, неплохо. Дорога мокрая. По мокрой дороге у меня получилось чуть больше 10 секунд. Два раза я замерял. Я считаю, что показатель вполне хороший. Посуху, значит, скорее всего, свой паспорт 9.8, она поедет. И это удивительный случай, потому что обычно китайцы всегда приукрашивают свои результаты. Они там что-то как-то, вот, обещают, какую-то очень быстро машину начинаешь замерять, она там на полторы секунды медленнее. Либо наоборот, как с Чили Тига, ой, Тига, Ариза 8. Там получилась совершенно другая ситуация. Обещают 8.8 секунд, а разгоняется за 7.8 или даже 7.7. Я, честно говоря, точно не помню. Можете видео на канале найти. То есть, получается, что машина разгонится на секунду быстрее, чем маркетинг. Это обещает. Ну, где это видно вообще такое? Ну, вот, тем не менее, так. Здесь получается все четенько. Сколько обещают, столько машина и едет. Как я всегда говорил, что 10 секунд – это тот порог, выше которого лучше автомобиль все-таки не брать, если вы ездите по трассе, если вы ездите как-то активно, потому что довольно-таки тяжело становится на обгонах. А вот 10 секунд – это уже вполне себе приемлемый разгон. А плюс ко всему, этот двигатель можно смело чиповать до 186, потому что есть такие автомобили с завода, а значит, будет все жить, все будет нормально. По крайней мере, я на это очень надеюсь и рассчитываю. Так, ну, давайте попробуем заехать на дорожку такую а-ля проселочная, по ней прокатиться, посмотреть, как будет работать подвесочка. Я думаю, что вам будет интересно, мне, по крайней мере, это интересно. Сначала у нас плиты, ну, давайте. Слушайте, ну, по плитам едет отлично. Да, как-то бетонка называется такая дорога. Вообще прекрасно, стыки проходят все, то есть, меня, ну, ничего абсолютно не напрягает в данном случае. Прямо все просто замечательно. А такой же автомобиль берется зачем? Ну, и по городу ездить, ну, и куда-то путешествовать, кататься. А у нас в России такие дорожки еще существуют. Поэтому мне кажется, что это достаточно ценно. А вот видите, даже на Васильском острове есть. Нашел я. Слышите, как дорога звучит? Просто как в парическом метро. Я не знаю, если когда-нибудь вы в Париже в метро катались, то там поезда ходят на резиновых колесах. И вот звук один в один, как здесь, в этим плитам. Забавно, конечно. Вот что еще сделано для людей, когда включаешь заднюю передачу, тут же наклоняется зеркало и поворачивает в сторону кузова, чтобы видно было, куда паркуетесь вы. Я вот прямо даже нажал на газ, я чувствую, как сзади колеса сейчас шлифовали. Вот в чем еще плюс полного привода, что когда вы с места начинаете тортовать, то момент мгновенно передается назад. До 50% этого автомобиля назад передает муфта на задние колеса. И, соответственно, автомобиль начинает сразу же трогаться даже на мокром покрытии. То есть он не буксует передними, да, там противобуксовочная система не работает, а вот он прямо сразу же начинает тортовать за счет задних колес. Забираемся на поребрик. Забираемся, не стесняясь, потому что клиренса здесь хватает. И попадаем на самую настоящую грунтовку. Да и отлично все. Только штатив у меня в багажнике подскакивает. Не, подвеска вот здесь классная, кстати. Все в порядке. И можно даже нажать. Вообще никаких проблем. Даже вот грейдер. Все прекрасно, все отлично. Такие ямки уже посерьезнее пошли. Ну и здесь. Слушайте, ну вот как кроссовер, на котором можно шпарить по какой-то такой местности. Ну не то, что пересеченный, ну в каком-то смысле пересеченный, да прекрасно вообще. Отлично. Вот слушайте, вот что классно и чего не было на вариаторе. И чего, кстати говоря, не было в полноприводной амоде, как это ни странно, скорее всего уже есть. Понимаете, я говорю, что китайцы настолько быстро все меняют, настолько быстро все совершенствуют. Вот этот автомобиль на газ, да он мгновенно реагирует. Я нажал, все, он уже летит. Вы понимаете, мгновенная реакция. Это как будто бы я взял Octavia, сделал там буст, ну там убрал задержку педали газа, прошил DSG, да. И это схожее ощущение, может быть даже здесь и быстрее. По крайней мере вот в спорт режиме она вообще практически не думает, она сразу начинает ехать. И это очень классно, потому что для меня это в городе вообще решает. Когда вы хотите быстро куда-то перестроиться, еще что-то, да, вам нужно просто быстро ускориться. Не обязательно там улететь куда-то там за 6 секунд, просто немножечко быстро ускориться, обойти поток, да, и куда-то там, например, перестроиться в нужное вам место, успеть элементарно. И вот это здесь можно делать, и это круто, друзья, вот это прямо круто. Вот, встаем мы сейчас на светофоре, сейчас нажмем чуточку без замеров. Ну, там, таксист пыжится. Ну, нет, вот, все, она поехала. Чего, она долго не думала. Поехала и улетела, в принципе, я говорю, что 10 секунд это нормально для города. Китайская резина же стоит, наверное, такая же, как на предыдущем аппарате. Слегка шумновато она, но в целом уровень шума тоже весьма-весьма приемлемый. То есть я не скажу, что прямо в этом автомобиле как-то шумно. Вот, я думаю, что если сюда поставить европейскую резину, то это будет решать реально. Вот мне надо сюда перестроиться, да? Вот я нажал совершенно спокойненько. Все, я уже здесь. Машина не думает, вообще не думает. Отличная настройка. Сейчас мы еще на трассу выйдем, на автомагистраль. Посмотрим, как себя машина там будет вести. Как всегда, вот здесь такая изогнутая полоса. И видите, какой это у нас стоит. BMW X7, наверное, это, да? На самом деле там X1 и, в общем-то, полоса-то прямая. Ну, такое, блин, знаете, придираюсь на самом-то деле. Ну, хорошо, есть такой режим и классно, здорово. Вот здесь все видно, как выглядит по-настоящему, по-всамделишному. Знаете, главное, что мне сейчас не сделать? Как в прошлый раз, не встретив проб, как я на Cherry Arisa 8 тогда встал и простоял, я не знаю сколько, час-полтора, я не помню уже. Но, в общем, это было душераздирающе. Так, включаем адаптивный круиз. Вот, написано, что включено. Сет. Так, и теперь давайте выставим максимальную скорость. Вот этими вот кнопочками это делается. Рез плюс. Мы ее выставим до 110 км в час. Вот так вот. Нет, 120 много, 110. Потому что мы на автомагистрали. Все, теперь автомобиль будет держаться сам. Вот у нас здесь идет какой-то грузовичок. Вот мы его нагоняем. Машина тормозит сам и стоит, не сбрасывает скорость. Все, будет держаться за ним. Здесь еще можно переключить режим. Вот. Он показывает даже расстояние до передающего автомобиля. Прикольно. Так, что у нас с ассистентом? Ассистент помощи в пробках включена. Почему в пробках? Нам надо, не в пробках. Нам надо, чтобы он отталкивался от линии. Все, я руль отпускаю. Ну, вот она линия. Ага, сам доворачивает. Отлично. Доворачивает. И вот мы ем опять посерединке. И вот опять он довернулся. Ну, говорит, возьмите управление. Ну, ладно, давайте возьмем. Так, ну, пора бы нам и влево, да. Вот видите, контроль слепых зон тоже работает. Предупреждает наш, что там автомобиль. Ну, вот теперь мы можем перестроиться за ним. Кстати, тоже китайец, через Тига-4. Влиться в поток. Вот сейчас нажал, да, выезжая на магистраль. Все. И нет вот этого эффекта от вариатора. Когда там обороты поднялись, и все. И машина их держит, вы сидите. Вам-то на уши давит, все. Нет, отличненько. Все. Нормальная коробка машины. Ее переключает. Все прекрасно. И пока что, кстати говоря, вот на эту коробку, вот пока я катаюсь здесь несколько часов, у меня никаких вообще нареканий еще не было. Ни одного. Вот когда там Хавейл тестировал, у меня было такое, она какие-то странные звуки у меня издавала, еще что-то. Но он старый был, там ревизия была старая. Вот здесь в Черри все хорошо. Давайте чуть-чуть нажмем, здесь есть возможность. Слушайте, прекрасно. Прекрасно. Попробовал я поехать побыстрее, нормально побыстрее. Вот. И, в общем-то, да, отлично она стоит. Никаких эмоций не вызывает. Отлично разгоняется, продолжает ускоряться. Все прекрасно. Друзья, что ж, пора делать выводы. Автомобиль стоит около 3 миллионов рублей. Есть версия чуть подешевле, есть чуть подороже. 3200 – это максималка, но с максимальными скидками. Ну, у китайцев так вот формируется цена. То есть, это максимальная скидка получается с помощью прямой скидки, которую дает дилер. Я спрашивал в Сигме, они ее дают. Какие-то дилеры зажимают и, наоборот, еще допы навешивают. Но здесь уже на совести каждого, что называется. И за счет кредита, либо трейд-ина. Собственно, здесь уже решать вам самим. Ну, вот, если вот эти условия соблюдены, то, в принципе, 3200 получается самая-самая дорогая версия. На мой взгляд, имеет смысл ее рассматривать. За 3200 – это автомобиль интересный, однозначно интересный. Он полноприводный, он хорошо едет, он хорошо управляется. У него нормальная подвеска, у него нормальный салон. Все на своих местах, все неплохо с эргономикой. Хорошая комплектация, куча всевозможных ассистентов. В общем, я считаю, что, наверное, за 3200 – это вариант очень-очень даже неплохой. Вот, из Chery – это, наверное, даже мой теперь любимчик. Как же скажете, Chery Tiggo 8 Pro Max или E+, который там электрический, гибридный. Ну, во-первых, E+, он переднеприводный. А что касается 8 Pro Max, не знаю. Для меня автомобиль великоват. Просто я сажусь в него, ну, и я не чувствую себя как дома. Мне кажется, что он большой. То есть, это большой семейный автомобиль. Мне, наверное, нужно просто что-то поменьше. И вот Chery Tiggo 7 Pro Max в версии АВД, наверное, из модельного ряда Chery подходит мне больше всего. Если бы покупал, выбрал бы именно его. Ну что ж, друзья, надеюсь, выпуск получился интересный. Надеюсь, получился полезный. С вами был Евгений Соловьев. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok